Планы, схемы и чертежи, все нарисованное на бумаге, электромонтер участка релейной защиты энергонефти Константин Назаров воплощает в жизнь. В этом блоке монтируется новое процессорное устройство. В данный момент мы производим расключение вторичных цепей блока микропроцессорных защит. То есть это цепи токовые, вторичные цепи, цепи сигнализации, предупредительной сигнализации. Все, как говорится, происходящее здесь производится согласно принципиальных схем. Терминал под названием RED 521 заменяют на новый, в разы модернизированный процессор. Той же марки, только классом повыше. Сложная защита работает автономно, отсекая все внешние и сквозные токи. Такого оборудования пока нет ни на одном объекте энергетиков в Покачах. Подстанция «Новые Покачи» – экспериментальная площадка. Чем отличается 150 от 521? В частности, количество задаваемых уставок гораздо меньше, количество параметров, задаваемых заводом-изготовителем, стало гораздо больше. То есть, ввод в эксплуатацию RED 650 производится гораздо быстрее, чем предыдущее поколение. Вот эти два силовых трансформатора в штатном режиме подают энергию на несколько объектов Покачевского и Северо-Покачевского месторождений. Мощность одного – 200 ампер. Рабочая нагрузка обычно не превышает и 70. Новое процессорное устройство призвано еще надежнее защищать подачу электричества к потребителю энергонефти – Покачевнефтегазу. Во время модернизации оборудования на подстанции новые Покачи. Вся нагрузка переведена на один трансформатор. Но это не значит, что объекты, которые питает подстанция, страдают. Северные Покачи по-прежнему получают электроэнергию в полном объеме. Работы завершат уже на этой неделе, а после подобное оборудование может появиться и на Кичимовской подстанции. Модернизированные блоки релейной защиты устанавливают только на объектах, которые преобразуют 110 кВт. Таковых на лицензионных участках Покачевнефтегаза только два. Ирина Богдан, Олег Кобяков. Специально для новостей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...